друзья всем привет и добро пожаловать на страдфорд энд россия в сегодняшнем выпуске мы будем анализировать игру одного из самых критикуемых футболистов последних пяти лет это француз антони марсиаль антони марсиаль приехал к нам 2015 году под руководством луи ван гала же замурини и оля гуннер сульшера проиграл проявил себя по-разному в целом ему уже близится к 25 годам и это уже уровень ты должен уже достичь определенного уровня к этому моменту антони марсиаль по-прежнему обладает некой нестабильностью именно этим он нам и не нравится нам не нравится то что он выключается из эпизодов нам не нравится то что он немного ленивый не до конца дорабатывает и так далее в целом при сульшере марсиаль а вышел на роль центрального нападающего и довольно таки неплохо себя проявил на мой взгляд опять же я пересмотрел большое количество игр с участием антони марсиале и последил за неочевидными моментами за его движением за его принятием решения как он взаимодействует с партнерами как он указывает как он читает ситуацию как он в этом разбирается и в целом я вам должен сказать что антони марсиаль сделал громадный шаг вперед давайте с вами вместе на это посмотрим для того чтобы это понять я предлагаю вам взглянуть вот на эти факторы это ключевые характеристики центр форварда и мы поймем насколько антони марсиаль соответствует им или нет техника и тактика безусловно одни из самых важнейших составляющих для форварда прежде всего форвард должен понимать как бить по мячу какой частью тела и в какой момент поэтому он одинаково хорошо должен бить по катящемуся мячу по летящему либо если мяч у него лежит на земле и просто там он выполняет какой-то штрафной он должен уметь это делать обеими ногами головой при этом быть готовым среагировать если мяч прилетает к нему с отскока он должен уметь маскировать удар каким-то образом там например делать ложный замах правой ногой бить левой ногой при этом способность обыграть в 1-1-1 и конечно же игра в одно касание или в два касания когда форвард техничный и он может вот в пару касаний обыграться с партнерами тогда темп игры существенно возрастает и опасность воротам соперника тоже возрастает не менее важна тактическая составляющая именно понимание когда мяч вот нужно придержать поставить корпус подождать партнеров а когда нужно вот как раз в одно два касания распасоваться с партнерами и побежать открываться в свободную зону не менее важным является понимание позиции способность предвидеть куда именно полетит мяч после подачи или после передачи умение видеть эти свободные зоны умение уводить за собой оппонента из этих свободных зон понимать что вот к тебе защитник прилип он сейчас на твоей спине и ты можешь увести его и открыть свободную зону для рэшфорда или для джеймса или для бруно фернандеша но помимо очевидных таких вещей как техника и тактика есть еще физика и психология у футболистов и на них я предлагаю остановиться чуть более подробно но физически мы понимаем как должен быть сложен форварда это должен быть мощный нападающий у него должно быть вот именно такое мощное тело чтобы поставить заслон сопернику чтобы поставить заслон и развернуться в другую сторону при этом не теряя скорости и должна быть техника отличная как мы уже сказали высокая максимальная скорость но антони марсиал этим славится он в общем-то один из самых быстрых игроков мачестер юнайтед он по моему доказывает из сезона в сезон развивая скорость около 35 километров в час это его самый большой большая такая развитая скорость но при этом не важно не только как ты делаешь рывки но и способность сделать это на протяжении всего матча если ты можешь сделать рывок один раз матче 35 километров в час блестяще но если потом ты будешь стоять с одышкой это но никому никаких плюсов не принесет и поэтому очень важно еще иметь выносливать это что касается физики психология одна из самых главных вообще составляющих футболе и она самая недооцененная поэтому сейчас многие команды там нанимают различных психологов выход после пандемии это вообще отдельная история но в плане психологии девятого номера что важно важно сохранять хладнокровие в двух решающих моментах это выход один на один с ватарем и исполнение 11 метровых ударов все там известные форварды очень были хладнокровными вспомните только франческо тотти или андреа пирло который в финале полуфиналь чемпионатов европы исполняли паненкой пенальти а в моменте когда в команде нужен был обязательно гол уверенность в себе форварда это такая вещь которую тоже часто недооценивает то есть продолжать бить даже когда ты промахиваешься и долго не забиваешь говорят что форварды очень переживают из-за этого ну вот форварды элитного уровня они продолжают работать на команду продолжают бить создавать моменты и хоть как-то продолжают работать именно на команду и помогать ей забить даже если самому не удается принимать ответственность то есть человек должен осознавать что от девятого номера требуется постоянное открывание постоянные удары поворотом и голы все мы ждем голов от девятого номера девятый номер это по сути основной нападающей нашей команды ну и также он может быть лидером на поле может отдавать лидерские качества кому-то другому но девятый номер должен быть постоянно таким вот вокалом так скажем слышно и должен подсказывать и показывать игрокам своей команды в какую зону должен прийти мяч куда отдавать мяч чтобы они смогли забить как достичь лучшего как вытащить все лучшее из этих футболистов они должны подсказывать своим партнерам и своему тренеру что я ожидаю мяч здесь я побегу туда отдавай мне сюда я открыт в общем должны каким-то образом руководить действиями своей команды теперь когда мы знаем основные характеристики которыми он должен обладать идеальный формат опять же это идеальный форвард должен обладать такими характеристиками давайте с вами посмотрим как антони марсиаль выглядит на этом фоне есть ли у него эти элементы психологии физики тактики и техники о которых мы говорили безусловно все мы знаем что антони техничный игрок однако вот в его психологии мы сомневаемся в его чтение игры мы тоже сомневаемся давайте с вами посмотрим на несколько скриншотов первый момент это матч с уотфордом здесь выходит на первый план техник антони марсиале прежде всего я уверен что все мы помним этот прекрасный гол черпачком за спину фостеру но здесь антони если вы помните он отлично воспользовался возможностью потому что первый раз он бил левой ногой попал именно фостера в то время как все ждали прямого паса назад или ожидали что он прошьет ударом стену защитников или вратаря он именно технично замаскировал удар снова и перекинул вратаря что говорит о том что техника у него на высшем уровне в чем мы и не сомневались матч с брюге показал его не только техническую составляющую но а также тактическую и физическую здесь после ввода мяча из аута мы с вами помним прекрасно этот гол антони демонстрирует блестящую скорость работу корпусом и завершение атаки именно в тот момент когда больше никого обратите внимание что никого больше нету на половине поля соперника марсиаль один и защитник кажется его опережает однако марсиаль делает прекрасный рывок ставит корпус здесь видно то что он уже опережает защитника ставит ему корпус и перекидывает вратаря снова техника физика и чтение игры чтение эпизода в одном моменте марсиаль также очень здорово прибавил тактически в этом сезоне и вот это роль такого ложного форварда если хотите он ложную девятку играет иногда но вот его присутствие в штрафной в матче с челси она была прям неописуемому манчестер юнайтед практически не было моментов и вот здесь когда он бисака находится на правом фланге и пытается там обвести у или она антони занимает правильную позицию обратите внимание то что он напрягает защитников мы видим то что там кристенсен и жоржини прибежал и все они следят и сосредоточены за антони марсиалем что следует дальше дальше он бисака освобождает себе пару секунд для того чтобы сделать подачу и антони марсиаль посмотрите как далеко он находится он играет очень здорово на опережение то есть он отскочил от кристенсена сначала позволил тому расслабиться на секунду и затем набежал на мяч выпрыгнул и здорово сыграл головой опять же он понимал куда мяч прилетит после подачи ван бисаки подача англичанина была феноменальный ну и антони здорово прочитал этот момент собственно работа ван бисаки здесь но точнее работа марсиале здесь не меньше чем работы ван бисаки а может быть даже больше этот гол мне кажется очень сильно недооценен в плане работы нападающего снова его умение читать игру и предсказывать в матче с бёрнли помните когда перейра там боролся на бровке с защитником здесь марсиале положение его тело свидетельствует о том что он верит и он делает ставку на то что перейра выиграет этот мяч и сможет отдать ему передачу он уже интуитивно направлен сделать забегание за спину защитнику шестому номеру берли что происходит проверка действительно выигрывает мяч и вот здесь посмотрите включается не уверен конечно что перейра это видит того что он очень странной позиции находится и положение тела но тем не менее марсиаль руководит действиями своих товарищей по команде показывая ту зону куда нужно отдать мяч и собственно перейра туда мяч отдает француз опять же ставит хорошо корпус очень хладнокровно в два касания первым касанием обработал вторым касанием перекинул мяч через витаря в ближний угол отличное завершение и чтение комбинации в целом антони марсиаль вообще очень здорово читает игру в этом сезоне во многом мне кажется сульшер этому поспособствовал вот например момент из игры с ньюкаслом здесь один защитник командует другому чтобы тот отдал вратарю и посмотреть на положение тела марсиале он же уже понимает что может быть этот пас будет не слишком точным а точнее не то чтобы он читает или что-то предсказывает он просто делает ставку на то что он может этот мяч перехватить до того как мяч достигнет вратаря что происходит происходит именно этот пас оказался достаточно медленным вратарь не вышел на него и по сути ситуация один на один снова марсиаль двумя касаниями на этот раз обрабатывает мяч и перекидывает его через вратаря и делает счет 41 в пользу манчестер юнайт колчестер может быть и не самый сильный оппонент однако марсиале очень здорово дорабатывает все-таки на штанге мы говорим о том то что может быть ему это не хватает но моментами в этом сезоне у него начало это получаться например здесь мата сделал отличный заброс на рэшфорда который в свою очередь сделал прекрасные забегания но антони посмотрите опять на положение его тела и куда он направляет свое тело он понимает то что маркус вряд ли сможет пробить с острого угла хотя мы прекрасно знаем что рэшфорд здорово забивает с таких углов но он делает забегание в единственную свободную зону куда маркус может в касание скинуть мяч собственно так и происходит мяч в касание маркус скинул и абсолютно в пустые ворота мимо защитника мимо вратарей антони марсиаль это называется по-английски тапын ну то есть просто занес ворота вместе с собой таких голов чичерни то например забивал очень много и таких голов нам в этом сезоне очень и очень недостает также как и забитых пенальти вот этот гол манчестер сити один из самых показательных на мой взгляд потому что здесь видно очень сильно работа именно форварда марсиале посмотрите в этой ситуации марсиаль находится спиной к воротам родри там его прессингует рядом находится рахим стерлинг и марсиаль как бы его застали в тот момент когда он вынужден ставить корпус и находиться спиной к воротам он сначала хочет передачу на фреда отдать однако видит что до брейны ту передачу читает и перехватит ее и скорее всего сити убежит в контратаку вместо этого марсиаль ставит корпус родри и разворачивается между двумя соперниками и отдает пас на даниэля джеймса при этом опять же положение его тела он ускоряется в свободную зону которую там бросили стерлинг и зинченко зинченко сосредоточен на том что он держит даниэля джеймса и зона соответственно слева от него остается открытой ну а дальше он опять здорово ставит корпус рахиму стерлингу и включает элемент неожиданности все привыкли что марсиаль подрабатывает под правую ногу и как-то черпачком перекидывает гол кипера в этот момент антони решил замаскировать удар он поставил корпус и пробил левой ногой в ближний угол абсолютно без шансов для вратаря конечно мы говорим о том то что когда вратарь пропускает ближние это всегда вина гол кипера но тем не менее работа марсиаля в этом конкретном эпизоде она просто феноменальная и дает лидерство юнайтед в два мяча уже на исходе получаса встречи в матче с вулверхэмптоном снова элемент непредсказуемости а здесь мы видим то что марсиале выводят на удар маркус рэшфорд и более это нападаю нападающий это защитник конечно же вулверхэмптона он здесь снова перекрывает ногу марсиале он думает что тот будет разворачиваться марсиаль прекрасно читает этот момент и решает ну кто сделает ставку опять же на то что он пробьет левой ногой в касание и он вонзил буквально мяч в ближний верхний угол руй патрисию и юнайтед повел что впрочем не помешало затем волкам сравнять счет очков мы не получили но тем не менее элемент непредсказуемости есть работа в подыгрыше это один из креугольных как бы моментов когда форвард играет вот такую ну как бы ложную девятку то есть да он вводит за собой оппонент он освобождает свободные зоны соперником не соперником а партнером естественно когда он освобождает эту зону дальше он должен действовать в подыгрыше потому что он из этой зоны как бы его вытеснили он увел за собой футболиста партнер вошел в эту зону ему надо сделать передачу и в этом плане антони марсиале есть тоже определенный прогресс давайте посмотрим вот этот момент на мой взгляд самый говорящий потому что марсиаль здесь хоть и не увел за собой большого количества соперника в данном случае игроков ливерпуля тем не менее у него есть время он буквально секунда у него уходит на то чтобы поднять голову и увидеть ван бисаку на дальней штанге а дальше ван бисака делает в одно касание передачу на андреаса перейру ну и тот промахивается по мячу хотя могли бы мы счет сравнять и дальше непонятно как бы эта встреча вся развивалась работа в подыгрыше у марсиале и можно включить сюда его чтение игры потому что он достаточно здорово чувствует себя и в позиционных атаках в контратаках в контратаках марсиаль вообще очень опасен потому что он может обводить одного-двух соперников абсолютно легко и он обладает очень хорошей вот такой вот взрывной скоростью которая позволяет ему от оппонентов убегать вообще мне кажется что антони марсиаль в плане скорости один из самых высококлассных футболистов манчестер юнайт потому что он умеет быстро бежать с мячом маркус решфорд например этого делать не очень умеет то есть ему нужно прокинуть мяч и он быстрее двигается без мяча мне кажется антони марсиаль быстрее всех двигается с мячом манчестер юнайтед при этом не теряя контроля и умея обводить вот так вот нанизывать соперников одного за другим на скорости к созданным моментом я бы также отнес его чтение игры в матче например с брюги и с ньюкаслом когда он забегает за спиной защитником стоит отметить что мы ругаем марсиале за то что он не реализовывает какие-то моменты но совершенно забиваем что в этом сезоне мы практически без созидателя играли то есть никто не видел этих забеганий никто не давал передачи туда антони марсиале такому футболисту нужны очень умные партнеры которые будут видеть куда он забегает и теперь вспоминайте когда пришел бруно фернандеш вот этот вот черпачок матча против сити и как они здорово начали играть вместе как они здорово друг друга понимают добавьте сюда поле погба и их вот этот french connection который в прошлом сезоне очень здорово работал мне кажется что с приходом бруно и погба если они останутся все втроем в команде добавьте сюда рэшфорда возможно санчо но даже без санчо добавьте сюда рэшфорда вот эта четверка она может очень много вещей в плане забитых голов сделать в следующем сезоне напишите друзья что вы думаете по этому поводу что касается ударов друзья типологии ударов антони марсиале она сейчас на ваших экранах хочется отметить что антони марсиале в этом сезоне очень вырос в плане ударов головой и ударов левой ногой он стал чаще это делать он стал чаще бить ближний угол в прошлом году и в предыдущие сезоны мы знали фирменный прием марсиале это заход с фланга и вот такой обводящий удар либо в верхний либо в нижний угол ворот а в этом сезоне марсиале стал чаще бить ближний угол ворот чем но и при этом не растерял свою вот эту вот фирменную фирменные свои проходы и с ударом в дальний угол то есть он разнообразил свою игру плюс он головой стал бить часто он из трех ударов головой он 2 забил и собственно один ударил прямо в вратаря в падении там как круг вытащил этот мяч в матче с норовичем я честно говоря до сих пор не понимаю но по сути головой марсиаль в этом сезоне забивает чаще в прошлом году он забил ни одного гола например в этом году 2 то же самое касается левой ноги в прошлом году он левой ногой забил два гола нанеся 8 точных ударов в этом году он забил также 2 гола 11 точных ударов при этом и практически в три ра ну не в три раза в два с половиной раза больше ударов левой ногой. В прошлом году всего Марсиаль нанес 12 ударов левой ногой за весь сезон. В этом году за неполный сезон он нанес 27. Это говорит о том, что он гораздо чаще стал бить поворотом. Глядя на типологию его голов, мы можем сказать, что Марсиаль достаточно часто бьет из штрафной площади. Собственно, все его голы пришли из штрафной площади, хотя точные удары, которые обозначены черными точками, да, черными кружочками, это удары точные снова. Но при этом Марсиаль все свои практически голы забивает из пределов штрафной площади, что и должен делать, по сути, нападающий. Немного над пенальти ему стоит поработать, и вот над своими нервами, но это не только ему. Скорее всего, это такая относительная молодость, и это следствие того, что Марсиаль и Решфорд часто отдавали пенальти более опытным товарищам. Они могли рассчитывать на Руни, потом на Ибрагимовича, затем на Пагба, но при этом вот эту всю ответственность на себя Решфорд и Марсиаль редко когда брали. Я по-прежнему считаю, несмотря на то, что мой любимый игрок Маркус Решфорд, что Марсиаль самый лучший исполнитель пенальти вообще в принципе в Манчестер Юнайтед, и думаю, что ему следует отдать их. Говоря о центре-форварде и о роли Марсиале в команде, прежде чем сделать вывод, нельзя обойти стороной те слухи, которые множатся в последнее время. Нас связывают с переходом Мусы Дембеле из Леона, нас связывают с переходом Рауля Хименеса, и даже с переходом Тима Вернера из Red Bull Leipzig. Хотя на того претендует Ливерпуль, с Вернером вообще непонятная ситуация. Я допускаю то, что он даже может остаться в Лейпциге на следующий сезон, поскольку вообще он хочет в Ливерпуль, Юрген Клоп вроде как с ним связывался, и там они разговаривали, и вроде как даже какие-то договоренности были. Однако затем Ливерпуль буквально на днях заявил то, что вряд ли будет какую-то трансферную активность проявлять вот в это трансферное окно. Это связано с пандемией, и, соответственно, Вернер сейчас находится в такой ситуации, что на него претендуют Манчестер Юнайтед и Челси от Ливерпуля, вроде с которым на словах договорились, предложения нету, и они не будут его делать. И вот здесь как бы вопрос, насколько Лейпциг устоит перед соблазном продать футболиста в этом сезоне, либо он его оставит, если Ливерпуль придет за ним в следующем сезоне. И как будет играть Тима Вернер? Я, честно говоря, ну я слабо верю в то, что Тима Вернер в итоге окажется в Манчестер Юнайтед. Я думаю, что если он хочет в Ливерпуль, он туда и перейдет, в конце концов. Но я бы очень хотел видеть Тима Вернера, если он действительно хочет играть в Манчестер Юнайтед. Так же, как и Раули Хименоса, я не склоняюсь только к Мусидном Биле. Так вот, говорят про всех этих футболистов, про всех этих форвардов, и вообще нужно ли нам покупать форварда, когда у нас есть Марсиаль, Гринвуд, Решфорд. У нас есть вроде бы как Игало, но с Игало опять ситуация непонятная, потому что у него его продлят до конца сезона, ну то есть он доиграет сезон Манчестер Юнайтед. А дальше не факт, что его будут выкупать. Мы подумали о том, что если Игало не остается, нам обязательно нужен еще какой-то центр форвард. И это никоим образом не должно влиять на развитие Марсиаля, поскольку мы не можем заходить в сезон просто с Марсиалем и Решфордом, которые могут играть, ну и Гринвудом, да, соответственно. Нам нужно на три позиции, ну то есть на три позиции, вот левый, правый нападающий и центральный, нам нужно по сути по два выбора. Вспомните сезон 98-99, когда мы выиграли Требл, у нас было четыре нападающих. У нас Сульшер, Шерингем, Йорк и Кол были. Четверка выдающиеся. И опять же, кто нас вытащил в финале в 99-м? Йорк и Кол не смогли сделать свое дело. И в этом плане вышли Шерингем и Сульшер, которые забили два гола и принесли Юнайтед этот титул. Поэтому очень важно иметь по два выбора на каждую позицию. И можете, ну, как бы, есть точка зрения, да, то, что Марсиал, он немного вот так вот ментально страдает, если у него есть конкуренция. Но, тем не менее, эту конкуренцию нужно создавать, чтобы человек хотел становиться лучше и лучше. На мой взгляд. Вот. Ну и поэтому мы решили сравнить Марсиаля, Вернера, Хименеса и Мусу Дембеле. Давайте посмотрим на статистику. Она на ваших экранах. Звездочками отмечены, друзья, преимущества. И мы видим то, что в большинстве рейтингов лидируют Тима Вернера и Рауль Хименес. Ну, естественно, поскольку они играют в уже сложившихся командах, на мой взгляд, и Марсиаля здесь не может лидировать априори, потому что Манчестер Юнайтед только начал свой подъем и, по сути, только строится. Марсиаля только-только снова поставили на его любимую позицию. Тем не менее, Марсиаля можно назвать самым дисциплинированным футболистом. У него меньше всего желтых карточек. Марсиаль, точнее всего, делает передачи. У него 82% этих передач. Ключевых передач, ну, точность у него, опять же, 100%, одну передачу в среднем за матч он отдает. Меньше всех теряет мяч, и в том числе на своей половине поля. Для нападающего, который играет в прессинге, это очень-очень важная составляющая. Плюс ко всему, на Антони Марсиале достаточно часто фалят, он зарабатывает пенальти. Ну и голевые моменты по проценту реализации Антони Марсиаль лидер среди вот этих форвардов. Плюс практически меньше всех попадает в офсайт. Это говорит, опять же, что он очень и очень здорово читает игру. В чем стоит добавить Антони Марсиалю, и чем он отличается, по сути, от Хименеса, Тима Вернера и так далее? Давайте рассмотрим Волверхэмптон, которая команда уже очень и очень хорошо играющая уже пару сезонов. По сути, это сложившаяся команда. И партнерство Хименеса с Дегу Жотой, это одна из самых грозных связок ВПЛ, даже несмотря на то, что они не играют там за какой-то топ-клуб. Потому что и Жотой, и Хименес, у них прекрасное взаимопонимание. Они прекрасно видят друг друга, ассистируют друг другу, и они понимают, кто какими навыками лучше обладает. Поэтому здесь, мне кажется, и в целом у Волков настолько сложная команда. У них есть Созидатели, у них есть постоянная линия обороны и полузащиты, там лица Дэндонкера, Вилли Боли, у них есть Джонни или Хони, как его зовут, которые подключаются фланговые нападающие. Вот, собственно, связка очень хорошая у Волверхэмптона. Вот эта вся связка командная, она очень долго оттачивалась, и она сейчас работает на максимуме. Поэтому у Хименеса больше голов, поэтому у Хименеса больше голевых передач, потому что он играет в уже сложившейся команде. Плюс, как бы, у Хименеса он чаще всех бьет пенальти. Он штатный пенальтист, и он, ну, даже дело не в том, что он штатный пенальтист. Да, Марсиаль тоже штатный пенальтист. Хименес просто чаще забивает эти пенальти, и это вот то, в чем Марсиалью, безусловно, стоит добавить. Что касается Тима Вернера, практически все то же самое, что я сказал про Волверхэмптон, к нему применимо. У него есть постоянные партнеры, да, и Лейпциг это такая уже достаточно устоявшаяся команда, не первый год шумящая в Европе. Он играет, там, в привычной для себя среде, в привычной для себя лиге. На него, опять же, нет такого давления ни на Хименеса, ни на Вернера, ни уж тем более на Муссу Дембеле, нет такого давления, как Манчестер Юнайтед. От тебя не требуют постоянно забивать по три гола за игру, делать хит-прики и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ожидания на вот этих трех форвардов, если мы выносим Марсиали за скобки, они гораздо меньше. Теперь в плане опыта, и следует ли нам кого-то из них покупать. Ну, честно говоря, да, одного из них я бы в любом случае купил, если уходит Игала. Мы не можем заходить с одним Марсиалем в сезон. Мы уже зашли в этом сезоне и страдали, когда не было сначала Марсиали, потом вылетел Решфорд. Когда они вдвоем на поле, это потрясающе. Когда кого-то из них нет, игра уже идет не так. Вы скажете, что у нас есть Гринвуд, но Гринвуд снова, как бы он лучше всех выступает из тинейджеров в Европе. Да, только Джейден Санчо там больше забил или отдал голевых передач. Он больше всех матчей провел в английской премьер-лиге. Это прекрасно. Мэйсену Гринвуду всего 18 лет, друзья. Мы не можем на него рассчитывать, как на основного игрока. Вот еще не можем. Поэтому нам нужен, не знаю, на мой взгляд, реальный и при этом идеальный кандидат на позицию центрального нападающего все-таки Рауль Хименес. Было бы здорово получить Вернера, потому что он, ну, как бы является такой же версией Марсиаля. Просто чуть-чуть у них там разные составляющие. И при этом Вернер может играть и слева, и справа, и в центре, и даже на позиции десятки, если нужно. Рауль Хименес такой, как бы, гибкостью не обладает. То есть это игрок такой вот функции. Он больше всех из этих трех форвардов головой забивает. Муса Дамбеле я, честно говоря, не совсем рассматриваю. Если есть возможность купить Хименеса, который более опытный, да, ему 29 лет, то Муса Дамбеле снова француз из французской лиги. Вроде, ну, там из Леона больше 20 голов забил. Окей. Но я, честно говоря, вот отсматривал тоже матчи Муса Дамбеле. Я не увидел каких-то феноменальных таких вот вещей. Да, он здорово корпусом укрывает мяч, но, по сути, габаритов у него нету, какой-то сумасшедшей скорости нету, дриблинга, как у Марсиаля, у него нету. И я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Манчестер Юнайтед нужен Муса Дамбеле, если можно взять, допустим, того же Рауля Хименеса, ну или, на крайний случай, какого-то там молодого проспекта из Бенфики, бразильца Венисиос, по-моему. Вот. Но, на самом деле, я бы больше склонялся к Хименесу и остаюсь при мнении, что если уходит Игала, нам обязательно нужен нападающий. Это не значит, что мы хотим Марсиаля задвинуть куда-то на задний план. Это значит, что мы хотим, чтобы у нас была конкуренция и глубина состава, которая позволяет выигрывать не только матчи, но и сезоны. Что ж, друзья, и напоследок давайте посмотрим на то, как Антони Марсиаль вырос от прошлого сезона к нынешнему и насколько изменились его ключевые показатели, так скажем. Ну, во-первых, голы-голевые передачи, они растут по сравнению с прошлым сезоном. И это видно. И это логично, потому что Марсиале передвинули на позицию, где он может вот это воздействие на игру команды столь нужное оказывать. Мы видим то, что у него снизилось количество ключевых передач за игру. Было больше двух передач, чуть больше двух передач в прошлом сезоне. И одна ключевая передача в среднем в матче в этом сезоне. Но это снова же вытекает из того, что он подвинулся с левого фланга в центр и больше сосредоточен на том, чтобы голы забивать. Это же связано и с количеством навесов, что в среднем оно у него упало сильно. При этом единоборство и единоборство вверху у него растут. И при этом растут достаточно хорошо. Увидите, насколько это говорит о том, что он действительно стал возвращаться к тем качествам, которые... Ну вот прям... Мне кажется, что Натани Марсиале все-таки нападающий изначально. Причем вот центральный. Не классическая девятка там а-ля Лукаку и так далее, на которого грузят там Ибрагимович, Драгба. Но вот такой вот, знаете, может быть, модель а-ля, ну вот, я не знаю, Тириан Ри. Хотя Тириан Ри чаще играл слева. Николя Нелька часто играл, да, если мы вспоминаем там Челси и, ну, господи, в каких только клубах не играл Николя Нелька и так далее. Вот. Количество обводок у Марсиале он продолжает примерно так же обводить соперников. И отборы у него чуть-чуть только упали. Но это снова связано с тем, что он больше играет вот в такой первой линии прессинга сейчас и начинает прессинг своей команды. На мой взгляд, те качества, которые необходимо подтянуть Марсиале, чтобы выйти на совершенно новый уровень, это, конечно, психология, желание работать на команду и руководить, вот быть таким вот вокальным, что ли, лидером. То есть он все время должен кричать партнерам, куда он хочет доставить мяч. То, что делает Бруно Фернандеш. И, по сути, сейчас любой партнер нацелен на то, чтобы отдать Бруно Фернандешу. Это то, что делал Криштиану Роналду в свое время в Манчестер Юнайтед. Он просил мяч, он показывал, куда нужно отдавать. Рут Ван Нистелру и Ван Перси прекрасно знали, куда мяч прилетит и просили его туда. Гиггс в одном из интервью говорил то, что в последних своих сезонах за Манчестер Юнайтед в 2013 году, когда пришел Ван Перси, я играл в центральной зоне, то есть Гиггс играл в центральной зоне. Он говорил то, что я всегда знал, что все, что мне нужно сделать, это доставить мяч за спину левому центральному защитнику. Робин обязательно там будет. И я был сосредоточен на том, чтобы все время вырезать эту передачу. На самом деле это получалось достаточно часто. С приходом Бруно Фернандеша и Поля Пагба я уверен, что Марсиаль и Решфорд, когда вот эта вся четверка заиграет вся вместе, наша атака засияет новыми красками. Плюс к этому нам обязательно нужен форвард, если мы отпускаем Иггала. Вот такой получился выпуск. Друзья, напишите свое мнение в комментариях. Желаете ли вы покупки еще одного форварда? Хотите ли вы, чтобы Марсиаль развивался на позиции центрального нападающего или его же все-таки на фланг лучше подвинуть? Давайте вместе обсуждать, рассуждать. Вернулся футбол в Германию. Скоро, будем надеяться, он вернется и в Англию. Мы вернемся с вами к просмотрам матчей нашего любимого Манчестер Юнайтед. У меня же на этом все. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Пишите свое мнение в комментариях. Очень и очень я ценю. Всегда вы пишете очень хорошие вещи. И спасибо вам всем большое за то, что нас смотрите. Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми и оставайтесь на Стратфорд Энд России. У меня же на этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok